Поставленная губернатором, сделать Подмосковье чистым — это база благоустройства региона. Задача непростая, решить её можно только совместными усилиями. С этого начала пресс-конференцию начальник главного управления Госадомтехнадзора Московской области. Реализация программы «Чистая Подмосковья» приходится на дачный период, уточнила Татьяна Витушева. В рамках реализации программы проходят постоянные рейды, мониторящие состояние места общественного пользования, сходы в садоводнических товариществах, специальные операции надзорного ведомства, дачники и засада. Без штрафных санкций сложно объяснять людям, что так или иначе вести себя нельзя. Как у нас происходит на сегодняшний день? Давайте посмотрим ролик. Каждую субботу-воскресенье мы видим подобные картинки практически на всей территории нашего Подмосковья. На сегодняшний день сумма назначенных штрафов по операции засада более 5,5 миллионов рублей. В ходе рейда в дачники, которые проводятся ежедневно, выявлено 276 нарушений. У нас в ходе операции засада с мая 2015 года, то есть она начинается в мае, было задержано уже более 250 единиц автомобильного транспорта в местах несанкционированного сброса мусора. Приличено к административной ответственности 486 нарушителей, в том числе владельцев личного транспорта 226, юный 68, то есть это машины, которые сбрасывают не просто от того мусора, как мы сейчас наблюдали, а вообще иной раз промышленные отходы или строительные отходы. Обустройство контейнерных площадок в местах, наиболее подверженных замусориванию, в том числе вдоль автомобильных дорог и вблизи СНТ, еще одно из приоритетных направлений в рамках программы на сегодняшний день. Обратила Татьяна Витушева внимание и на проблему заключения договоров на вывоз мусора с территории СНТ и частного сектора. Согласно закону о благоустройстве, принятому 1 января этого года, частный сектор должен заключать договоры на вывоз мусора самостоятельно. Работа администрации муниципальных образований в этом направлении крайне неэффективна. В ряде образований процент заключения договоров менее 50, что не способствует поддержанию чистоты. Основные нарушения — это отсутствие договоров на вывоз мусора в СНТ, отсутствие контейнерной площадки, или они были не оборудованы должным образом, ненадлежащее содержание прилегающих территорий. Наибольшее количество свалок выявлено на территории Раменского, Щелковского и Дмитровского районов. Общее положение вещей хорошо демонстрирует дорожная карта области, где зеленым цветом обозначены самые чистые поселения, в их числе сельское поселение Совхоз имени Ленина, красным — неблагополучные. В мае месяце всего на всей территории выявлено 42 несанкционированные свалки и 170 навалов мусора. В результате принятых мер на сегодняшний день уже полностью ликвидировано 27 свалок и 156 навалов мусора. Как правило, несанкционированные свалки все находятся в труднодоступных местах. Мы их обнаруживаем и ликвидируем с помощью, как я уже сказала, аэромадзора. Дорожная карта меняет цвета в зависимости от ситуации. Инспекторы надзорной службы ведут мониторинг постоянно. В первой декаде июля планируется визит Татьяны Витушевой и в Ленинский район. Буду смотреть в первую очередь чистоту, порядок на территории Ленинского района, насколько реализованы те критерии, о которых мы сегодня с вами разговариваем, как там продвигается программа «Чистая подмосковья» под тем направлениями, о которых мы сегодня говорили, ну и, конечно, благоустроенность района. Татьяна Снежко, Евгений Петров, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.